Гнилой фашистской нечисти загоним пулю Что вы думаете о будущем коммунизма в России? Наступление коммунизма неизбежно, как восход солнца. Другое дело, сколько придется потратить на это сил и времени. Вы же понимаете, что развитие человеческой цивилизации условлено не тем, сколько времени прошло, а сколько людей прикладывают усилия к этому. Поэтому можно сидеть на диване и ждать, когда наступит коммунизм. И он не наступит никогда. А можно каждый день, каждый час над этим работать. Я не пытаюсь загадывать, будет ли это через год, будет ли это через 5 лет или через 50. Даже если не я, не наши потомки не доживут, значит доживут наши внуки. Тот же Ленин говорил в свое время, что да, конечно, мы не доживем до торжества социалистической революции. И через несколько лет наступил 17-й год. Вполне возможно, что через несколько лет в мировой политике что-то сильно изменится. Несмотря на нынешнее кажущееся всемогущество Соединенных Штатов, все может измениться буквально за несколько лет. Возможно, история даст нам еще один шанс. И мы его используем лучше, чем в предыдущий раз. В конце концов, капитализм тоже победил в средние века не с первой попытки. Представьте, что я коммунист Запада. Мы коммунисты Запада, смотрим с надеждой на Донбасс. Вы для нас пример, которым мы гордимся. У нас нет героев. Только развал идей социализма. Отрешение от русского примера. Вы нам даете возможность мечтать о будущем, о котором можно говорить, не стыдясь. Вы понимаете свою значимость? Честно говоря, нет. Мы такие же точно простые люди, как во всем остальном мире. И те же испанцы, которые приезжали к нам, они тоже не являются супергероями. Они обыкновенные люди, живущие в обыкновенных странах. Просто в какой-то момент нужно оторвать задницу от дивана, выключить телевизор, собрать сумку и ехать. И все. В этом нет ничего сложного. Я тоже думал, что здесь воюют какие-то супермены на уровне терминаторов или рыбокомов. А приезжают здесь шахтеры, таксисты, врачи, учителя, кто угодно. Герои становятся на войне, и нам до них еще очень-очень далеко. Тем не менее, мы каждый пытаемся изменить этот мир к лучшему. В одиночку это сделать очень сложно. Тысяча человек уже имеют такие шансы. Сто тысяч может изменить всюду стране. Нам нужны эти сто тысяч людей, готовых к чем-то пожертвовать, своим комфортам, своим временем. Иногда своей жизнью. Для того, чтобы изменить этот мир к лучшему. Думаете ли вы действительно все бросить после войны? И вернуться в Москву, в свой тихий офис? Конечно. У меня большие планы на долгую, счастливую, мирную жизнь. Но если здесь понадобится моя работа, не как бойца ком-отряда, а как рабочего, управленца, если нужно будет здесь поднимать информационные сети, если я увижу, что это нужно для народа, а не для власти кучки олигархов, я останусь и буду точно так же. Это точно такой же фронт, только не военный, а трудовой. Если я согласился на войну, то уже тем более соглашусь на мирную работу. Я не люблю войну. Честно, я был бы рад, чтобы она закончилась как можно быстрее. Но только я никогда не соглашусь, чтобы она закончилась победой фашистов. Вы когда-то убивали? Я надеюсь, что нет. Вы знаете, тут не было таких боев, чтобы можно было видеть врага глаза в глаза. Тут в основном лук от друг друга артиллерии. И люди, которые реально убивают врагов, они их никогда не видят, потому что те расходятся за километры от них. Это тяга. Но и я надеюсь, что они могут быть хорошим. Ух-ххахер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...